всем здравствуйте что вы знаете мы стоим на улице мечникова вот смотрите мы начинается вот здесь это садик мечникова 2 49 года так я же хочу это здание шушь переходить не перехожу нашу эти прям по улице по центру улице на задавит мы в этой части никогда не были мечников вообще мечникова так как бы кругами проходили ну это очень старая улица найдет параллельно старо порта франковской бывшей комсомольской а сегодня 5 февраля 2022 года конечно здесь так пустынно это что номер 4 мечников казенное предприемство проберную контролю судового медицинской экспертизы не надо нам знать и никому не надо это часть коня мечникова такая старинная еще это мечникова справа 4 ну вот он супер там есть пятиэтажка хрущевская да или это хрущевская да не ну вот этот дом суток может быть нет здесь даже отремонтировали камера стоит мечникова 7 все 3 даешь кроме в этой части вообще не были поэтому мы здесь как бы сами смотрю одна из самых длинных улиц одессы да очень длинная улица она вот идет если правильно от пастера до чумки да и до чумки представляете сотрите ворота 1886 год на воротах написано и ворота и щите и ворота до деревянные закрепкой да а там самом начале паст по старых ну да мечникова где начинается на пастера там стоматологическая поликлиника 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 она относится к институту к университету медицинскому там кстати еще хорошие врачи хорошие специалисты одно время я там лечила свои зубья а это все черного да ну уже вот там пройти по что здесь какие-то горожане и все устройства давай там немножко проделать он опять повернем намечен да вот смотрите мы сейчас смотрите пройдем здесь по сеченого а мы сможем только вернуть да нет а там сквер ты можешь чистить а ну да ну да точно точно повернем потому что там гаражи чего мы будем вам их показывать мы пройдем сейчас по старой портофранковской бывшая корсомольская это буквально видите маленькая сеченого 15 она вот еще аж там да можно пойти это мы вышли на старо портофранковская граница портофранка была кстати 13 номер да очень красивый дом да 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 его за а вот вот кстати вот ров был вот там где сквер сам как я поняла да он был шириной 3 метра глубиной 2 да и вот собственно говоря мечникова она тоже когда-то был но это было так но революция она была тоже как бы старо портофранковская а потом когда вот сделали и разделилась стала мечникова и это молдыванка а старо портофранковская налево это уже город центр города да да теперь мечников это и есть молдыванка так касался сатры вот он так как башню добрым замок там это да тут он кто новосельского островидова сатрин этот широченный тротуар на где такой то увидишь не в город да я имею ввиду что в основном в основном в одессе очень большие хорошие тротуары широкие есть местечки мы показывали что там мама не горюй да ну это мало таких мест в основном большие тротуары все сделано для прыгула да вот вернемся сейчас мы к мечникова вот это там старо портофранковская и мы пограчиваем я имею ввиду мы выйдем но куда на манежную а на манежную или через сквер как ты ну все равно можно на манежную вот смотрите это вот сквер он разделяет мечникова и старо портофранковскую он просто разделяет мечникова разделяет граммещникова и старо портофранковская нет там манежная а там старо портофранковская манежникова она убирается он просто ее разделяет как сама улица ну я про это говорю как улицу как что еще ну как идем вот как идем так и идем как ноги идут ну мы сейчас пройдем и пойдем небольшой скверик один из скверов где есть бювет да кстати вот просили показать вот мы сейчас вам просили показать как это где не что меня спросили вы слышали что в одессе продают хорошую воду не продают а бесплатно людям дают наливают покажите как это выглядит вот сейчас кстати мы вам покажем как это выглядит бесплатно чистая вода для горожан для горожан однообразных тип это называется бювет да пусы как эти лёвы какие ну кстати в этом скверике вот так никогда все время проезжаем мимо внутри мы никак не тоже там да вот смотрите вот это бювет и там сейчас увидите такие кранчики как это все происходит ну просто там много людей люди с баклажками да люди подходят с баклажками там вот обычный кран открывается кран и наливается вода просто там людям мы не будем подходить ближе неудобно не кровь мало кран да здесь мало есть больше наверно не кидзе там там больше да ну вот мы можем пойти прямо на еще на Ольгиевскую выйдем ну давай здесь пойдем так вот в Мечникове а да я хотела показать манежную немножко потом когда-нибудь пока мы же выходим на Мечникове там есть и здесь опять по-моему нет чего снимать там на Мечникове да ну идем ну да ну да ну да ну да ну да да это получается Ольгиевская да да вот дом я не знаю этот дом наверное по адресу Ольгиевская скорее всего да Ольгиевская 37 по-моему да она вот а угол Мечникова давай наверное в ту сторону лучше чтоб так лучше было показывать или по дороге или по дороге да вот Мечникова тут машина уже поворачивает надо есть нет не поворачивать мне показалось все ей не надо поворачивать давай пойдем по дороге здесь такие двухэтажные дыма вначале да вначале такие типичные дыма для молдаванки для молдаванки эти балкончики ну да это конечно все классика так можно сказать ну естественно машина 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 куда от них денешься карет уже нет теперь машины ну говорят скоро машины будут летать летать я согласен но где их все равно ставить надо где-то ну вот воздушные паркинги древние здания да да видишь это все продолжение вот это вот а это не церковное здание ну кто вот сейчас мы подожди церковь дальше да вот тут приходим Мечникова 22 это детский садик все идет за навесочком вот этот дом 1800 какой 1902 а 1902 как интересно мне кажется еще древнее да это получается на переходе дорогу чтобы показать кто был сейчас садик ну постоянно это только окно вот это округлое да там где лестница наверное там открыт вот воздет ну чего открыто ну и что она не закрыла не захлопнула так 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 код код ты имел ввиду код или код кота или кода кода что все правильно я не увидел ну конечно правильно кто говорит что неправильно мишенькова 26 там такой двор а сын может это открытая калитка или нет все там внутри железная лестница чердак черный ход чердак чердак и вот здесь пошли пятиэтажки это общежитие там но хотя видишь квартиры видно потому что утеплили люди жилой дом да это у нас Ковалевского Ковалевского заканчивается на Дюховском улице сейчас ее там расстроили так что так что там неинтересно да только в начале пару дворов вот вот они сквером серьезно занялись посмотри да что-то бетонные занялись да занялись это вот там напротив школы и вот это на Портофранковской это там старая Портофранковская этот сквер и там школа мы там снимали недавно буквально в середине такой Сталинка с хрущевкой вот это вот похоже как Сталинка это стоматология на первом этаже видим ну понятно что мы всю Мечникову не будем снимать вы же понимаете что да очень длинная ну и местами конечно не то чтобы нам хотелось ну что имеем то имеем да что выросла то выросла как говорится да Лихникова 32А да вот такие вот дворы конечно просто да 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 Здесь церковь, задний двор, там, где выходят на разлицы по второму, через своих родителей. А справа это улица композитора Мещенского. А что это за здание такое? Это уже водный институт. А, это водный? Да, это уже водник. Эльфа думала, понятно, что это какой-то институт. Право Мещенского, а это водник. Но с этой стороны никогда не было. А вот мороженое делали. Да, бывший завод мороженого, фабрика мороженого. Можно вот так церковь. Отсюда видно, да. Была фабрика, нет фабрики. Было мороженое, нет мороженого. Вот, кстати, такое было вкусное мороженое, детская. А торты? Ой, торты, я их обожала. Мы сюда приезжали в магазины. Да, приезжали специально, чтобы покупать торты. И именно с этой фабрики мороженого. Такие вкусные, ой. Это всегда, конечно, считалось такое вкусняшка. Как во вчерашнем фильме, да, девочка говорит. Я по всему миру ела мороженое. Это такое, как в Москве. Его не было. У нас в Одессе очень вкусное мороженое. В каждом городе свое всегда было мороженое. В Одессе всегда было очень вкусное мороженое. Потом оно испортилось. Уже когда... У меня такое впечатление, что это уже было не наше мороженое. Сейчас на фирме. Это уже подделки были. Да. Там был вкус уже не мороженого воды. Был один лед. Да. Это уже было все не то. Ну, можно показать руины. Очень обидно. Прям сердце кровью обливается. Я смотрела, есть каналы, которые снимают именно такое. Ну, я имею в виду одесские каналы. Люди снимают именно такое в Одессе. Руина, разруха. Ну, у каждого своя специализация. Ну, я сторонница показывать то, что есть. Еще да. Мы вышли на улицу Торговую, Красной Гвардии. Да. Мы сейчас зайдем вот сюда в Копейку. И на немножко остановим. Потом пойдем опять полмечника. Стой. Продолжаем наше путешествие. Мы вышли с магазина. Это улица Дрихсона. Мы недавно по ней шли. Вот тут вот дом 1899 года. Вот, посмотрите, здесь вот этот скверик. Можно даже подняться немножко. Ой, какое дерево, что-то, да? Иди, да. Да. Вот. Ой. Смотрите, с этой стороны будет все стена. Дома. Ну, не все там потом будут дома. Мы пойдем пока вот здесь и будем смотреть направо. Нечего на лево смотреть. Я никогда не смотрю. А я не тебе. Я другим. Так. Мечниково 36. О. Советан такой двор. Можно было бы зайти. Смотри, давай зайдем. Ну, нету движения ж. Как раз нас пропускают. Прям намекают. Покажите. Мечниково 36. Ну, это, мне кажется, другой адрес. Да. Вот этот двор. Эксам. Правда, да. Дверь еще старая. Да, отреставрированная. Красивая дверь. Смотри, там окна. Уже новые поставили. Лестница еще. Ага. На крыше. На крыше дома. Твоего. Да. А здесь? Это старенька четырехэтажная. Не пяти. Ага. Ага. Да. Четырехэтажная сталинка. Вот отсюда хорошо видно. Видите, сквер. Там старо-портофранковская. А это когда-то был летний кинотеатр. Стена, да. Стена. Да. Это все вот в этом. Это 36А. Ага. Это все вот в этом скверике получается. А там потом роддом, да? Да. Ага. Будет стена вот дома. Точно-точно. Она выходит по адресу Старо-Портофранковская. Но мы же идем по здесь. По Мечникову. Ну я просто объясняю, почему мы вот так вот только право показываем. 38 номер. 40. Получается здесь номера идут подряд. Потому что она как бы... Как подряд? 38. 40. Четная. Ну да. А, ну да. Четная. Ну как? Ну как-то так. Имела ввиду 39-40, да? Не-не-не. Здесь... На бульваре. Да. Здесь такого немало. Да. Это забор кинотеатра летнего. Сейчас сделали магазин. Автомагазин, по-моему. Все так домик втиснули. Частный получается, да? Да. 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 Ну понятно, что там что-то было, но... Как царается в рот. Смотри. Здесь очень старые. Очень, да. Прям видно. Ага. Там собака гавкает. Да. Мы-то там, слушайте, там так гавкает. Ага. Прям страшно. Она может сюда побежать. Ага. Вот какой дом красивый. С эркером. Я вам хочу сказать, есть не что посмотреть. Да. Ты представляешь, зимой эта вся стенка зеленая. Зимой? Нет, летом. Зимой. Летом. Вся стенка зеленая. Все цветет. Вот эркер. Вон сбоку особенно. Видишь, как красиво получается. Да. А эркер деревянный. Да. Посмотри. Деревянный? А, слушай, да. Я тоже только сейчас увидела. Чего себе. Я такого не вижу сейчас, наверное. Вот так вот. Да. Как интересно. Ага. Так вот мы бежим, куда-то спешим. Все время у нас какие-то дела. Пробегаем, многого не замечаем. Вот тебе нравится. Это общежитие. Да это что? Да. Одесский колледж и спецтест. Такое впечатление, что здесь вообще заброшенная часть. Посмотри. Но вывеска новая. И двери новые. Ты видишь? А, смотрите, балконы как заброшенные. Да. Двери новые. Ну, как специально, да? Двери новые. Двери новые. Да. Ну, видно, все здания было с Кушника. А первый этаж поштукатурил кто-то. Ну, кто-то, кто контора вот сейчас. Видишь? Юж, ремонт, монтаж. Да. Мечникова, 52. И это Перекопская Победа. Сейчас Городоначальницкая. Вот мы выходим. Угол. Улица, улица. Родная. Перекопская улица моя. Эта песня за Меседовского, а я за Перекопского. Да, у нас старая табличка еще осталась. Да. Сейчас покажем. Раритет. Раритет. Вы шо? Да. Это же надо снимать, а то потом увидят, снимут. Кто-то себе заберет. Кстати, на старой комнате продают вывески. Смотрите. Да. Видите? Ближе покажу. Вот. Перекопской Победы. Сейчас это Городоначальницкая. А мы продолжаем идти по Мечникову. И там написано 162-54. Квартал, от 14 до 162 у нас. Да. А с левой это институт уже. Педагогический? Да. Педагогический? Ушинский? Да. Это уже он, да? Да. С задней ареевы часть. С заду. Да. Тетя Саня. Не крутите задом. Не крутите задом. Вам говорят. Это неприлично, непедагогично и неэстетично. Вам говорят. Хе-хе. 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 Кстати, вот это вот 56-й номер. А вот в 58-м номере когда-то было, ну это в царское время, но это что-то не похоже на это здание. Приют для бездомных был. Ну там, чтоб увидеть, там очень красивое здание было когда-то, как дворец. Но это как-то надо по-другому заходить как-то вовнутрь. Что вот отсюда не... Видишь, сразу 58-60. Как-то с другой стороны надо смотреть. Я просто давно читала за этот приют. Но его здесь так не увидишь. Его, по-моему, надо идти с той стороны смотреть и со двора. И тогда увидим. Будет во всей красе видно. Ага. Поняла, что я говорю? Да. Там типа крепость. Да, 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 да. Вот такое. Это когда в Садиковской. Вот как-то там, да. Да, это вот только за там можно увидеть. Вот улица Станиславского. Сейчас это улица Раскидайловская. У меня, кстати, что-то просили за Раскидайловская. А, это в самом начале. Здесь Раскидайловская. Начинается. Да. Здесь, конечно. Здесь, конечно, двор относится к старой протокарстанке. 28-й, да? Здесь тоже двухэтажный, но с Эркером. Может, пройдёмся пораскидайловской? Уже гулять-то гулять. Гулять-то гулять. Летать-то летать. Что-то у меня сегодня на песне царедно. Хорошо. Разных эпох. Это хорошо. Я трезвая, не думайте. Вообще, я не пью. У меня на алкоголе аллергия. Не выдавай наши секреты. Да, хорошо. Да, иногда бы, может быть, и хотелось бы там бокальчик хорошего вина. Но, вы знаете, я не верю сейчас. А сейчас нет хорошего вина, шуба. У нас? Да, у нас, я говорю, чисто за Одессу. Это надо знать и разбираться. Но, можно пережить. Вот, во дворе, видишь, это хрущёвка. Да, 70-то там. Это, наверное, по тому адресу. Ну, верно. По Садиковской. По Садиковской, да. Сегодня суббота. Да, и вот мы подходим, это будет. Сейчас пройдём немножко там барахолком. Ну, мы сразу проходим. Мы, видимо. Интересно, что я от этого улица лично забываю название. Какой школы, интернат. Вот это. Постоянно забываем. Постоянно сытто, пьянно. Постоянно пьём чинзана. Я же тебе говорю. Да, сегодня суббота, сегодня в Староконной. На Староконном. Это самое. Работает. Церквушка маленькая. Я не знаю, как она называется. Церковушка. Угу. Работает церковушка. А вот, смотри, замок. Да. Надо перейти на ту сторону, чтобы показать. Да. Смотри. Чего себе. И это, по-моему, школа. Сейчас, подожди. Смотри, вот там такой двор. Это... Это, по-моему, школа. Да? Да. Просто у нас с этой стороны так смотрится. Интересно. Очень красиво. Немножко иди взад. Вот. Да нет. Что-то там. Вот так источник. Видишь, когда идешь с другой стороны, трудно... Да. Да, да, да. Это же школа. Там еще двор впереди. Да. Да, 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 да. Просто здесь так смотрится интересно, да? Необычно. Очень необычно. Да. Вот спортивная. Да, да, да. А напротив, по-моему, под техникой. Под дорожной. Не буду подтверждать. По-моему, вот там, где елки. Ага. Да. Я так думаю, что нам снова надо перетираться с нами. У нас уже путина где-то другую улицу. Хорошо, хорошо. Может быть, уже через три минуты заканчивать? Ну, может быть. Ну, мне кажется, надо повернуть на левую, опять пойти на старую порту. Хорошо. Ну, сейчас дойдем до Сержинского и все. Ну, потому что здесь, смотри, это вот... Вот дом. Как ты говоришь, кто-то мог жить здесь. Ну, это никто, смотри. Там учиться, морское училище. Такое написано. Такое написано. Мы сейчас вам такое покажем. Такое, вот сейчас, смотри. Мы стоим у нас в пешеходе. Так я ж хотела просто развернуть, а потом пойти. Разверни. Разверни. Ну, всю. Да. Маслом. Стали под себя друг другу, машина едет. Так пусть едут. Они же стоят на тротуарах, занимают нашу территорию. Я поняла одно. Раз машина нарушает, стоят на тротуарах. Значит, мы можем... Значит, мы можем делать точно так же. Стоять там, где-то нам надо. И идти там, где нам надо. Они же не думают о том, что нам надо идти. Что? Мы идем по дороге, так что не волнуйтесь. У меня вот эта техника, у нас вправо, вот это училище. Мостой. Я имею в виду, видишь, как написано. Большие буквы. У моряка немало важного или легкого шляха. Это только шлях славный. Правильно. Правильные слова. Красиво сказано. Красиво сказано. Есть только один шлях. Одесский гешефт. Какой гешефт? Улица упирается в тупик и идет с левой стороны. Игорь, это не гешефт. И идет с левой стороны. Поворачивает, видишь? Левая. Левая. Это пересека. Переперя. Улица. Идет с левой стороны. Белого камня. Очень красивая. Это библиотека. Это библиотека на углу Старопортофранковской. Опять виден только твой нос. Это хорошо. С башенками. Это библиотека. Хорошо. Я счастлив. Дешевт. Как дешевт? Не дешевт, а хиппиш. Все. Все. Ну, что ты меня туда-сюда татащил? Еще раз держишь. Еще раз держишь. Да, что нам не держишь? Потому что таранжи домовик. Ну и что? Получается, ты меня поворачиваешь туда-сюда и у меня камера тык-тык-тык-тык талипается. Таранго. Это было не дешев centro-працилла. Редактор субтитров. Корректор субтитров Н.Александрова Корректор субтитрова